Приветствую вас! Мне представляется ваш конфликт таким образом, что вы не чувствуете собственной значимости. То есть вот все вот эти вот элементы насилия, все вот эти вот аспекты интимной близости, которые вы описываете, они объединены одним тем, что вам нужно чувствовать себя более значимой. Да, то есть вот именно пользуясь девушкой впечативы, то есть используете ее для удовлетворения с элементами насилия, но всегда при ее желании. Второе, это когда опять же мужчина вас слепает, кусает и так далее. Вот это обязательно вот какие-то проявления жесткости. И, как правило, это связано с тем, что вы не чувствуете к себе, вот именно к себе, вы не чувствуете соответствующего отношения. То есть у вас как бы недобор, недобор как такового адекватного по вашему мнению отношения к себе. Ну вот недобор, недобор, ну вот, что же, как бы, да, с этим поделать. Ну вот недобор. То есть я имею ввиду, что вы не получаете того отношения, которое вы хотите. Это первое, как мне видится. Второе, как мне видится, второй важный момент заключается в том, что вы не чувствуете себя женщиной. То есть вы чувствуете себя мужчиной, со своему, я прочитал ваш предыдущий вопрос, у вас там определенные проблемы есть с вашим мнением. Значит, вы видите себя в отношениях с девушкой именно потому, что ваш муж заставляет чувствовать вас себя мужчиной. Ну, опять же, как это видится мне. И, соответственно, если вы чувствуете себя мужчиной, то ваш муж дает вам возможность, значит, получить некий результат. От того, что вы вступаете в роль мужчины. То есть вы видите именно желание показать своему мужу каким-то мужчинам. И это, вероятно, связано с тем, что ваш муж, по вашему же мнению, не проявляет себя должным образом так, как вам бы того хотелось. Это первое. Второе. Второе. Это то, что вам необходимо почувствовать себя женщиной. То есть вы нуждаетесь в том, чтобы почувствовать себя женщиной. И, соответственно, вы, если у вас есть такая потребность, потребность почувствовать себя женщиной. То естественно, что данную потребность вы будете пытаться реализовать именно через фантазий, где вы находитесь во власти другого мужчины. который ведет себя более мужественно, по вашему мнению, чем ваш муж. И тот конфликт, о котором вы говорите, вот какой конфликт, да, у вас, на мой взгляд, конфликт такой. Зачем или для чего вы с этим мужчиной, по твоему мнению, если он, очевидно, не удовлетворяет ваши потребности. То есть вы не удовлетворены ни своей социальной жизнью, скорее всего, ни своей сексуальной жизнью тоже, скорее всего. Хотя я здесь насчет вот социальной жизни, насчет именно социальной жизни, я бы здесь предположил бы различные варианты. Потому что, ну, все-таки, все может быть по-разному. То есть я не стал бы так сразу, вот, как-то поставить на том, что именно в социальной жизни у вас есть проблемы. Но, но, скорее всего, определенно, вот в чем-то, где-то там тоже есть методикуски. Соответственно, вот именно об этом вам и нужно подумать. Так, по крайней мере, так это видится мне. По крайней мере, так мне это представляется. Вот, конечно, лучше всего было бы, если бы мы с вами поговорили бы, лучше всего было бы, если бы мы с вами как-то вот, ну, лучше, подробнее узнали бы, что с вами произошло. Вот, но, поскольку вы выбрали вот какую модель взаимодействия, да, то есть вы просто как бы спрашиваете нас о том, над каким конфликтом вам нужно подумать. Вот, ну, я полагаю, что вот так вам можно ответить. Ага, на этом все. Надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад вам помочь. А если у вас дополнительные вопросы, а если у вас возникли дополнительные вопросы по поводу моего ответа, то также пишите в личку, буду рад вам ответить. И если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Так, спасибо. Продолжение следует...